Приветствую! Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам Крымской платформы заявил о том, что военные просят от него усилить мобилизацию. И нас, конечно, интересуют два вопроса. Что это значит? Как может выглядеть это усиление? И второй вопрос. А как к этому подготовиться? Итак, разбираясь с первым вопросом, можно сказать следующее. Как мне думается, усиление мобилизации может проявиться в двух вариантах. Первый вариант это усиление темпов мобилизации, то есть увеличение количества людей, которые будут призываться на службу в армии. Второй момент, который опять же связан с первым, это отмена отсрочки определенным лицам, которые имеют, соответственно, право на отсрочку. И здесь я уже неоднократно говорил, что первая группа, которая попадает в риск отмены отсрочки, это люди, которые получают второе образование. Почему так? Потому что мы знаем, что по статистике в 2022 году людей, которые получают второе высшее образование на 85 тысяч стало больше, чем людей, которые получали второе высшее образование в 2021 году. То есть рост колоссальный, при том, что студентов, которые первое образование получают, стало меньше, а вот тех, кто второе, стало больше. И естественно, мы прекрасно с вами понимаем, ну давайте будем честными, да, что там есть люди, которые пошли не только за образованием, да, а и за тем, чтобы получить отсрочку. И, конечно, сейчас идет вступительная кампания и поступают еще люди, и вот эту отсрочку, безусловно, могут отменить. Что нужно делать? Как подготовиться к этому? Если вы имеете право на отсрочку, ну, во-первых, напомню, что есть закон о мобилизации, есть 23-я статья этого закона, которая устанавливает перечень оснований для получения отсрочки. Внимательно изучите эти основания. При этом обратите внимание, что ТЦК и СП, когда вы туда придете, он не будет проверять всю вашу семейную историю, он не будет в этом разбираться, не будет искать, есть ли у вас основания для отсрочки. Вы должны внимательно изучить 23-ю статью закона о мобилизации и понять, есть ли у вас основания для отсрочки. Если оно есть, то вы должны себя обеспечить документами, подтверждающими, что у вас есть это право. Никто не будет за вас искать эти документы. Вы должны это сделать. Вы должны собрать этот пакет документов. Далее, если у вас нет права на отсрочку, но у вас есть проблемы со здоровьем, что нужно делать? Нужно уже завтра бежать к семейному врачу, к лечащему врачу и говорить, назначьте мне обследование, что мне нужно сделать по моим заболеваниям. И вы, конечно, можете сказать, а ты видел, какие деньги вообще стоят обследования? Друзья, да, я видел. Я совсем недавно сам ходил к врачам, потому что были там по желудку вопросы. И я знаю, сколько это стоит. Я знаю, сколько это стоит. Я понимаю, что это недешево. Но вы должны понять, что это же в ваших интересах. В этом есть смысл, потому что сейчас, пройдя определенное обследование, в случае, если вы попадаете под мобилизацию, вы являетесь в ТЦК и ЕСП, вы приходите на ВЛК, вас обязательно направят на ВЛК. И что там будет? Там будет два варианта. Либо вы скажете, ой, я такой больной, на что ВЛК, скорее всего, не поверят. Ну, нужно понимать, что они сотни раз на день слушают истории о том, что я такой больной, что вообще жить не могу. И сам удивлен, как сюда дошел. У них уже есть устойчивость к этому. Они просто не верят. Вот нравится нам это, не нравится. Ну, давайте принимать реальность такой, какой она есть. Они просто не верят. Но, если вы к ним заходите, второй вариант, и показываете пачку выписок, о том, что вот у вас такие анализы, такие результаты обследования, там, МРТ, УЗИ и прочее, вот выписки с такой больницы и с такой больницы, подтверждающие, что у вас есть диагнозы, тогда ВЛК обращает на это внимание. Безусловно, это не значит, что данные выписки все примут, и сразу вас там скажут, что вы непригодны. ВЛК может направить вас в какие-то больницы, в свою больницу на подтверждение, на повторное обследование. Но главное, что ВЛК увидит, что у вас есть проблемы со здоровьем, и обратит на это внимание, и будет этот вопрос изучать. А если вы придете без документов, ну, могут просто отмахнуться и сказать, ну, у тебя же документов нет, а так мы видим-то, что ты здоров, и все. Поэтому здесь, знаете, какой основной принцип? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вы должны понимать, что у человека есть право на отсрочку, есть право быть там признанным, непригодным к воинской службе. Но доказать это право, найти документы, собрать документы, подтверждающие право данное – это ваша задача. Как бы вы ни говорили мне, что там вот в постанове про ТЦК написано, что они должны выяснять, есть отсрочка или нет. Ну вот давайте представим, что они не выяснят. Ну вот не будут они разбираться в этом. И что? Кто потеряет? Кто будет потом доказывать в суде правду, там добиваться справедливости? Ну, уже поздно будет, друзья. Уже будет поздно, потому что вы уже будете в армии. А чтобы уволиться, как бы вам сказать, ну, уволиться сложнее, чем получить отсрочку, поверьте. Поэтому ищем документы, ищем основания для отсрочки, собираем документы, которые подтверждают основания для отсрочки, и собираем свой анамнез, проходим обследование, получаем заключение врачей, и надеемся на что? Надеемся на то, что в ближайшее время каким-то чудом начнутся переговоры, закончатся боевые действия, и мобилизация, и вообще вот эта история вся с войной вас просто не затронет, и те действия, которые вы будете совершать, они окажутся бесполезными, потому что в нашей стране наступит мир, чего я искренне всеми желаю. Пока-пока!